МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в 17 веке экспорт из Индии значительно превосходил импорт из Европы. После резкого провала колониального периода, когда Британия навязала Индии неравноценный торговый обмен, все возвращается на круги своя. Индия вновь один из локомотивов роста мировой экономики. Но рост часто сопровождается кризисами. Модернизация такой большой, бедной и внутренне расколотой страны это хождение по минному полю. Тема сегодняшнего разговора – прошлое и будущее индийской модели развития. 1764 год. В битве при Буксаре войска британской и остынской компании встретились с отрядами индийцев под управлением Падишаха из династии Великих Моголов. Итогом стала победа англичан и дальнейшее подчинение Бенгалии и остынской компании. Бенгальские ремесленники насильно прикреплялись к английским факториям, куда за мизерную плату сдавали свою продукцию. Результатом стал страшный голод в Бенгалии. 1858 год. После подавления восстания Сипаев, которое поддержал правитель Индии Бахадур Шах II, британцы изменили систему управления колонией. Если раньше всем заведовала остынская компания, то теперь Индия стала составной частью Британской империи. Вместо Шаха правителем был назначен британский политик Чарльз Каннинг, получивший титул вице-короля. 1915 год. В Индию из Южной Африки возвращается человек, которого весь мир знает под именем Махатма Ганди. Юрист, получивший образование в Лондоне, он был нацелен на обретение независимости от англичан. Важным элементом сопротивления Ганди считал возвращение к индийским ремеслам, прежде всего ткачеству, и игнорирование британских промышленных товаров. Именно поэтому его одеждой стала обычная набедренная повязка. Здравствуйте, в эфире программа «Власть факта», я Михаил Ремезов. Индия в глазах европейцев окутана орелом загадочности, связанным с культурой, с религией, со всяческой мистикой. Но меня интересует социологическая загадка Индии. Как им удается сохранять единую относительно демократическую страну в условиях такой поляризации, социальной, кастовой, этнической, религиозной. Мы обсудим этот и другие вопросы с нашими сегодняшними собеседниками и гостями. Это Андрей Геннадьевич Володин, профессор дипломатической академии при российском МИДе. И это Елена Аркадьевна Брагина, главный научный сотрудник ММО, Института мировой экономики и международных отношений. Андрей Геннадьевич, вот если говорить об этом феномене единства Индии на фоне этнических, языковых, всяких прочих расколов и разломов, в какой мере Индия обязана своим единством колониальному прошлому? Я думаю, что Карл Маркс был прав, когда говорил о двуединой функции британской имперской политики в Индии. Это развитие индустриального способа производства и соответствующих институтов, сначала экономических, а потом политических, и деструктивная функция колониализма вообще. Созидательная функция британской имперской политики и состояла в развитии экономических институтов, а впоследствии в развитии социально-политических институтов, которые только, как показывает время, и сегодняшний день способны отразить все то многообразие социально-классовое, региональное, национально-этническое, которое в Индии присутствует. Я думаю, что в первую очередь нам разумно говорить о государственной службе, английской государственной службе, то есть она называлась индийской, естественно. Это сеть учреждений, которые так или иначе способствовали единению страны, или вернее сохраняли Индию как единое государство. А может быть создавали? Она же была изначально очень разумная. Вы правы, Михаил, это разумная поправка. Частично они ее создавали, поддерживали и укрепляли. Потому что в Индии мы должны на всем протяжении известной нам истории, особенно Индии последних двух веков, мы должны, конечно, говорить о роли государства. В том числе о роли государства в колониальный период. То есть в колониальный период сформировался корпус бюрократии. Совершенно верно. Более-менее вышкаленный, качественный. Кстати, Михаил, я замечу, что этой английской бюрократии посвящено массой художественной литературе. Вспомните, сколько героев, скажем, даже того же Диккенса, того же Моэма уезжали в Индию, вели там работу, потом возвращались. В пьесах Бернарда Шоу тоже фигурирует активно. Но это не только британцы, это и местные кадры. Да, это необходимо, особенно на местах. Была центральная бюрократия, если можно так выразиться, то есть та бюрократия, которая сидела в Дели, и была местная, то, что они сумели подключить к этой службе местных представителей, знающих, как надо себя вести, что важно именно в этом штате, каковы традиции, каковы правила поведения, это было очень важно. Если уже говорить о постколониальном периоде, мы все-таки будем в основном говорить о постколониальной Индии, и ее политической системе. С чем Индия, с точки зрения характера политической системы и гражданского общества, подходит к обретению независимости? Потому что возникает впечатление, что уже к этому моменту есть какое-то достаточно развитое гражданское общество, по крайней мере для такой вот традиционной страны, аграрной. Индия к 47-му и 50-му году была, я бы сказал, довольно противоречиво развитой страной. Если говорить о развитии капитализма и индустриального способа производства, здесь Индия по своей продвинутости заметно выделялась среди бывших колониальных и... Опережала. Опережала даже колониальные и зависимые страны. На этом пространстве огромном Индостана начал формироваться средний класс, который является несущей конструкцией любой современной политической системы. Одновременно мы видели, что основная часть населения все же проживала в деревнях. И вот процесс приспособления вот этой массы населения к современным политическим институтам, адаптации, был одним из, если угодно, основных направлений собственно политического развития Индии после 1947 года. Елена Арканина очень хорошо сказала о том, что индийская гражданская служба, то есть государственный аппарат, был одной из несущих конструкций сохранения единства и территориальной целостности Индии. Второй несущей конструкцией был индийский национальный конгресс, который представлял собой не просто партию, а некое полисоциальное движение, которое включало в себя представителей различных групп населения, объединенных вот идеей завоевания суверенитета и после колониального развития. А уже потом, под воздействием естественных процессов развития общества, начинает распадаться база Индийского национального конгресса. Прошел очень длительный период. Ну а Индира Ганди... И у них появляются уже организованные конкуренты политики. Организованные конкуренты, но Индира Ганди, надо тоже здесь об этом сказать, была одним из крупнейших политиков второй половины 20-го века. 15 августа 1947 года над красным фортом Дели был спущен британский флаг и поднят триколор независимой Индии. Его шафранный цвет ассоциировался с индуизмом, зеленый с исламом, а белый считался символом мира и согласия. Это цвета партии Индийский национальный конгресс. Но была в Индии сила, выступившая категорически против триколора и той идеологии, которая за ним стояла. Наши предки были великой и древней нацией, и мы благодаря им обладаем славным прошлым. Что у них не было своего собственного знамени, разумеется, было. Мадхав, Садашив, Галвалкар. В конце 19-го века в касте брахманов стали появляться деятели, предлагавшие реформировать индуизм, чтобы приспособить его к современности. В 1923 году поэт и философ Саваркар опубликовал политический памфлет «Хиндутва. Кто такие индусы?» В нем древняя история индариев признавалась золотым веком, а хиндутва или индусскость объявлялась главной идеей нации. Спустя два года был учрежден «Союз добровольных служителей нации». На хинде аббревиатура этой партии звучит как «РСС». РСС формально не занимался политической деятельностью. Его члены культивировали индуистские традиции и при этом копировали ритуалы фашистских организаций. Неудивительно, что лидеры этой националистической организации восхищались Гитлером и величием германской нации. В 1940 году новым лидером Союза стал Мадхав Садашив Галвалкар. Больше 30 лет он был его вождем и главным идеологом. В довоенный период Галвалкар отказался поддержать кампанию гражданского неповиновения, которую начал Индийский национальный конгресс для достижения независимости Индии. В те годы он заявлял, «Мы подняли невообразимую суету вокруг понятий национальное самоопределение, независимость. Целое облако пыли, за которым потерялась суть, и в действительности мы не знаем, что со всем этим делать. Зачем вся эта борьба?» Националисты готовы были мириться с владычеством британцев, лишь бы не допустить создания такого индийского государства, где все религии и этносы имели бы равные права. В августе 1947 года Индия обрела независимость. А спустя полгода Надхурам Годзе, бывший член военного крыла РСС, убил тремя выстрелами из пистолета Махатму Ганди. Хотя Галвалкар и его сторонники официально осудили убийство, союз служителей нации был запрещен. Спустя два года запрет был снят после признания националистами нового флага и демократической конституции Индии. В последующие годы РСС стала самой массовой зонтичной организацией индуистов. Вокруг нее возникло множество общественных организаций, молодежных объединений, профсоюзов и дружественных партий. Из-за ливацких перегибов Индийского национального конгресса, коррупции и медленного экономического роста влияние этой оппозиционной силы постепенно росло. В середине 1970-х Союз стал главным организатором протестов против диктаторской политики правительства Индиры Ганди. Давайте несколько слов скажем о том, каковы основные параметры вот этой учредительной программы, если хотите, которую реализовывал Индийский национальный конгресс, учредительной для независимого государства, и по каким параметрам они вступили в конфликт с разными общественными и политическими силами. Ну, мне кажется, не надо так уж резко говорить о конфликте, мне представляется. То есть, вот это покушение, это уже пример важный? И оно же было не одно? Это особая статья. Это выброс. Да. Выброс какой-то накопившейся злой энергии. Это может произойти в любой стране. Это не системная ситуация. Это только, ну, как несчастный случай, слишком мягко сказано. Ну, оно же было, ну, вот, Раджим Ганди. Это почти неизбежно. Или это все будет разно? Вызов с периферией, с периферией политической системы. Это выброс тех сил, которые стараются не быть на поверхности. Они именно где-то в тайне, где-то в узком кругу готовят вот свои, так сказать, черные дела, если можно так выразиться. Но мотивы отторжения, тем не менее. Мотивы отторжения могут быть близки более широким кругам. Не обязательно. Не обязательно, Михаил. Здесь нельзя говорить о мотивах. Если говорить, Елена Аркадьевна права. Я считаю, что это два вызова с периферии политической системы. Первый вызов в Пенджабе, когда действительно, да, там была политэкономическая основа для движения. Это какой период, скажите, на основу? Это конец 70-х, начало 80-х годов. И трудный период в экономике. И трудный период в экономике. И очень важный, важный субъективный момент в том, что часть, довольно значительное население Пенджаба, хотела, чтобы экономика была перепрофилирована. От аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной. В Пенджабе для этого возможности есть. Штурм золотого храма и неспособность договориться. Абсолютно критическая точка. И здесь Индира Ганди, как многие специалисты, историки, экономисты, говорили, была обречена. Что касается покушения на Раджива Ганди, это опять вызов с периферии политической системы. Это сложное отношение между Индией и Цейлоном, ныне республикой Шри-Ланки, Тамилнаду, где проживает, в Шри-Ланке проживает довольно значительное тамильское меньшинство, которое динамичное, более подготовленное к современному капиталистическому развитию, чем традиционное сингальское население. И они были недовольны половинчатой, как они считали, политикой правительства Раджива Ганди. Попытки и этапы экономической модернизации. Конечно, ее нельзя отрывать от социальной, может быть, о социальной потом мы даже больше поговорим. Какие основные акценты, этапы можно выделить в этих попытках экономической модернизации в послевоенные десятилетия? Это вопрос абсолютно точный. И здесь, конечно, надо отдать должное авторитету Неру, его настойчивости, когда на фоне вот такого очень трудного социального, экономического положения государство взяло на себя ответственность. Это выразилось, во-первых, в том, что были приняты пятилетние планы. Первый пятилетний план, вот представьте, на фоне всей этой разрухи принимается первый пятилетний план 1951 год, который вводит целенаправленные государственные инвестиции в экономику. Вот что значит роль государства. Для отставшей экономики в таком трудном положении, такой неоднородный, скажем, есть штаты, как центральные штаты, более-менее развитые и крайне отсталые штаты на окраинах страны, проходит первый пятилетний план. Конечно, Неру был увлечен опытом планирования Советского Союза. Тогда им все были увлечены практически. Он об этом писал в своих крупнейших работах. Здесь приходится сказать, что все-таки для Неру, как и для других политических деятелей того периода, просто им было не совсем ясно, какими жертвами сопровождалась вот индустриализация, какой-то трудный процесс для доселения. Но тем не менее, вот то, что Неру провел создание плановой комиссии, которую возглавил один из крупнейших ученых Индии. Вы помните, он прославился тем, как глава этой плановой комиссии. Это был абсолютно новый опыт для Индии, Гадгил. И, конечно, первый пятилетний план носил очень примерный характер. То есть там было обозначено, что основные средства будут вкладываться в инфраструктуру. Давайте заметим сразу с вашего разрешения, что инфраструктура это хронически трудная проблема Индии. Гигантская страна с разными климатическими условиями. Пространство фантастическое. И есть железные дороги, построенные англичанами, это надо отдать им должное. Но основная часть страны лишена этого. Ужасные дороги. А деревни без дорог, без электричества не по сей день. А деревни без дороги, без электричества, и сейчас состоит еще проблема электрификации, очень остро. И вот первый пятилетний план означал, что начались крупные строительства. Крупные строительства в промышленности, крупные инфраструктурные строительства, особенно те, которые были связаны с проблемой орошения. Это было очень важно. Конечно, не хватало средств, конечно, не хватало опыта. Можно, так сказать, конечно, критиковать первый пятилетний план, что он был выполнен не полностью. Но это настолько естественные, ну, будем говорить, недостатки. Первые советские планы тоже выполнялись очень ориентировочно. То есть, не сразу наладили систему далеко. Вы правы. Но, заметим, что ведь Индия не отказалась от планирования. Последовал второй пятилетний план, потом очень сильный в промышленном отношении третий пятилетний план. Вот тут-то связи с Советским Союзом оказались для Индии чрезвычайно нужными. Потому что строительство крупных металлургических заводов было качественным изменением. Правда, там строились английские заводы. Но тут как-то пошли один из других вот эти крупные предприятия. Вот Бакара звучала и Пхилая звучали, так сказать, в Индии. Ну, когда туда приезжали, они всегда с удовольствием говорили на эту тему. Крупные промышленные предприятия, символ новой Индии. Вот, как всегда это бывает, успех был планирования частичный. Это не могло быть иначе. Крупные предприятия возникали. Тяжелее всего дело обстояло в сельском хозяйстве. И здесь надо учесть, вернее так, надо признать сильную сторону политики индийского правительства, это то, что они пошли, приняли идею зеленой революции. Что ест индиец? Таким вопросом в 50-е годы 20-го века задавался австрийский журналист Гарри Зихровский, автор известной книги «Индия без покрывала». Проехав почти через всю страну, общаясь с крестьянами, он дает ответ на свой вопрос. 90% индийцев едят каждый день рис и больше ничего. Крестьяне, работающие на земле, не знают вкуса прекрасных индийских фруктов. Они принимают пищу один раз в день. Люди среднего достатка могут себе позволить двухразовое питание. Таковы были реалии 50-х годов. Проблема с продовольствием остается для Индии актуальной и сегодня. Тем не менее, значительный рывок по сравнению с постколониальными временами был совершен в 60-е годы 20-го века. После обретения независимости от британской короны, Индия остро нуждалась в аграрной реформе. От колониального периода в стране осталась заминдарская система. Это способ землепользования, при котором участки земли сдаются крестьянам в аренду крупными землевладельцами, а самим землепашцам после уплаты аренды налогов остаются лишь очень скудные средства. Главным землевладельцем было британское государство. Заминдарская система существовала еще в средневековой Индии и поощрялась британскими колонистами, внедрившими в нее своих посредников. В 50-е годы, когда австриец Гарри Зихровский наблюдал жизнь индийских крестьян, их основным орудием работы на земле был деревянный плуг, и они никогда не слышали о тракторе. Неудивительно, что проблема голода была одной из главных в стране. Ударить по ней предполагалось сразу двумя видами преобразований, предпринятых правительством Джавахарлала Неру. Индустриализацией страны и так называемой «зеленой» революцией, внедрением в сельское хозяйство новых методов. Эти две реформы были тесно связаны между собой. Новые машиностроительные предприятия должны были решить проблему отсутствия техники. И здесь Индия не могла обойтись без помощи Советского Союза. Результатом советско-индийской дружбы стали в том числе заводы, производящие сельскохозяйственную технику. Первые плоды этого сотрудничества стали заметны буквально через несколько лет. Уже в наши дни, к 2002 году, Индия стала мировым лидером по производству тракторов. Другой стороной реформы было отчуждение земли у крупных землевладельцев в пользу мелких крестьянских хозяйств. Но накормить Индию не удалось бы без современных химических удобрений и внедрения новых сортов зерновых менее прихотливых. И здесь ключевую роль сыграл Норман Эрнест Борлоук. Агроном, которому в 1970 году присудили Нобелевскую премию за вклад в решение продовольственной проблемы. Без преувеличения этот человек смог накормить половину мира. Созданные им сорта зерновых помогли Индии повысить урожайность в два раза всего за пять лет. сегодня Индия страна, которая сама обеспечивает себя продовольствием. Насущная проблема голода стала менее острой. Теперь можно говорить скорее о проблеме скудного питания, которую еще предстоит решить. мне кажется, что вот это то, что Неру сумел, несмотря на все трудности, несмотря на сопротивление определенных кругов, в том числе местных промышленников, которые не всегда разделяли эту политику, он пошел на такие крупные государственные инвестиции сначала в промышленность, а потом и в сельское хозяйство, конечно, в значительной мере изменило индийский пейзаж, экономический пейзаж. И вот теперь мы можем говорить уже о плодах вот тех лет. Сейчас очень многое изменилось в стране. Мы вот к следующим этапам еще перейдем. Давайте пока, чтобы мы не забегали слишком вперед, посмотрим, как вот эти экономические трансформации, индустриализация, классическая такая, как она накладывалась на кастовое общество индийское, как она трансформировала это общество. Вы знаете, Михаил, я бы не стал придавать самодавляющее значение самому конструкту касты. Потому что касты это результат разделения труда первоначально на очень низком уровне. Но, как мы уже говорили, в религии... закрепленные в культуре, в стереотипах, в религии и так далее. Безусловно, религии абсолютно правильно. Но, развитие капитализма, развитие индустриального способа производства, повышает территориальную мобильность населения, заставляет все больше и больше группы, массовые группы индийцев переселяться в города. Здесь касты не исчезают, но каста видоизменяется. Возникает нечто подобное нашим землячествам. И личность человека, если провести такой культурологический анализ, как бы раздваивается. На производстве он уже часть современной капиталистической системы, а дома, когда он приходит со службы, с предприятием, он возвращается в свою среду, в свою стихию, и вот эти два аспекта его бытия, его не особенно тревожит, потому что он может еще, помимо всего прочего, помочь своим родственникам, которые остались проживать в деревне. Все чаще в настоящее время, если раньше на первых этапах после независимости случаи были, если не единичные, то редкие, то сейчас мы видим выход за пределы своей кастовой или варновой специализации, и наиболее яркий пример это нынешний премьер-министр Моди, который человек, вышедший из низов относительно индийского общества, ставший весьма эффективным главным министром штата Гуджарат, а теперь он премьер-министр... такой Парвенюк, то есть он не наследовался самым статусом. Да, это первое поколение, чисто первое, там никаких сомнений нет. Да, и вот и Елена Аркадьевна, и мне, в общем, удавалось наблюдать в Дели на, скажем, протяжении одного поколения вот это изменение, если хотите, социального статуса тех или иных представителей относительно нишекас. когда мы видим, ведут люди торговую деятельность, она сначала традиционная, это небольшая лавочка, ведется самая примитивная бухгалтерия, а потом лет через пять, благодаря практически круглосуточной работе, они уже ведут дело на более современной основе, с использованием современных методов отчетности, и, соответственно, обороты увеличиваются, они постепенно, как бы непротиворечиво становятся частью современного мира, современного индийского общества. Я правильно понимаю, что НЕРУ, Индийский Конгресс с самого начала придавали большое значение вот этому процессу десегрегации социальной? Безусловно. Да, это было одно из направлений социальной политики. Но они одновременно понимали, что одним распоряжением, каким-то декретом, это нельзя. Без нажима здесь нельзя, то есть, вернее, использовать какой-то нажим, принуждение было бы очень опасно. Конечно, процессы сегрегации, они зашиты в обществе, в общественных отношениях глубоко. новую жизнь. И как раз Неру был одним из видных и с моей точки зрения наиболее что ли известных в мире сторонников такого постепенного развития. Врастание, если использовать фигуру советской истории, врастание вот этих традиционных слоев в современное капиталистическое индустриальное развитие. И я с Еленой Аркадьевной полностью согласен. этот процесс сейчас уже приобретает новые качественные очертания. Возвращаясь к этапам экономического развития, Елена Аркадьевна описала уже дирижистский этап, связанный с крупными инвестициями государственными, с жестким контролем над внешней торговлей в этот же период. Потом были волны либерализации. До 1991 года. Начало 90-х годов это либерализация. Если мы посмотрим на график, то 70-е годы, начиная с середины 60-х, особенно 70-е годы, индийские экономисты характеризуют, вы прекрасно это помните, Андрей Геннадьевич, как индийский темп просто, то есть очень низкий. 2%, 2,2%. Это 70-е? Это 70-е годы. И идут поиски, выходы из этой ситуации, потому что ясно, что те реформы, которые были проведены ранее, захлебнулись. Они выполнили свое предназначение, но Индия не завоевала позиции на мировом рынке, то есть как она сидела на экспорте ряда продовольственных культур не слишком масштабных, так она и осталась на них. сказывалось отставание энергетической базы. Очень резко. Оно и сейчас сказывается, а в те годы это было особенно. И, конечно, медленно, с попятными движениями формировался национальный бизнес современного типа. Вот что было очень важно. То есть уже не те, кто жили на доходы от поместья, скажем, от какой-то наследственной доходы. В областной общей деятельности. Сейчас пошла уже предпринимательская деятельность. Отдадим должное правительству и, главное, тогдашнему министру финансов Манмахану Сингху. Очень грамотному экономисту, получившего европейское образование и отлично сдавший экономику Инди, он пошел на очень смелые реформы. Надо сказать, что, правда, как всегда это почти бывает, они были стимулированы, если можно так сказать о том периоде, тяжелейшим состоянием индийской экономики. 90-91 год был для экономики Индии очень напряженным. Резервов нет. Поступлений из-за рубежа резервы не приходят, потому что страна находится в тяжелом положении, никому не хочется вкладывать средства в такую экономику. он принимает решение, которое так обобщенно было названо конец царства лицензии. Бизнес получил свободу, экономическую свободу. Он мог расширять свое производство, он мог закупать необходимые оборудования, он мог нанимать людей, но здесь было одно очень серьезное ограничение, против которого бизнес продолжает выступать и по сию пору. Это ограничение в сокращении рабочей силы. Не разрешалось резкое сокращение рабочей силы, потому что проблема безработицы, масштабы которой не знает никто. Мы смотрим по справочникам, естественно, там фигурируют какие-то проценты, какие-то странные показатели, на самом деле это миллионные положения с безработицей. Я встречал данные, что там в этих выделенных особых зонах экономических не действует вообще трудовое законодательство, то есть есть изъятие. Возможно, частично. но просто для нас должно быть очень важным и показательным, как вот эта реформа, давшая свободу бизнесу, ну, относительную свободу, все равно контроль государства сохраняется, естественно, банковский контроль сохраняется, поскольку банки, в основном действующие банки, это государственные банки, то это то, как рвануло, извините за несколько такое неэкономическое выражение, как экономика рванула вверх. Индийский бизнес получил возможность делать крупные инвестиции за рубеж, участвовать, допустим, экономика отреагировала положительно на эти реформы. Не просто положительно, я бы сказал, даже радостно. Я так понимаю, что как раз конкуренты Индийского национального конгресса, они приходят в 90-е в первый раз становятся правящей партией. Да, конечно, может быть, немножко опередивший действительность приход к власти конкурентов был после чрезвычайного положения 1977-й год. Когда была очень тяжелая ситуация. Была очень тяжелая ситуация и, может быть, вот эта перегруппировка сил немножко опередила вот те процессы, возможности, о которых так выразительно говорила Елена Аркадьевна. Елена Аркадьевна, возвращаемся к текущему этапу экономической модернизации Индии. Малый и средний бизнес отреагировал положительно, видимо, и крупный тоже, на эту дирегуляцию. Но все-таки рука государства прослеживается в тех приоритетах, которые были избраны в точках роста, что ли, индийской экономики. Государство сохраняет безусловно лидирующие позиции. Первое, это в инфраструктуре, что очень важно для страны в целом. И это то направление, которое с удовольствием поддерживает бизнес. Он понимает, насколько важно для страны получить настоящую инфраструктуру, работоспособную. Это первое. И второе, конечно, то, что в известной мере государственная политика смягчает те резкие различия в доходах населения, которые исторически сложились, но от этого никому не легче. Поэтому можно считать, что крупный бизнес ближе к правительству и считает, что оно проводит достаточно такую, ну, правильную, если можно упростить, ситуацию по отношению к нему. Крупный бизнес получил возможность работать за границей, получать крупные инвестиции, создавать все новые и новые предприятия, получая правительственные льготы. Это все поддерживает крупный бизнес и правительство поступает абсолютно правильно, что он его поддерживает, потому что это определенный пример для всех остальных, для того, чтобы показать, что да, в нашей стране, в Индии можно строить промышленность, можно создавать сферу услуг, кстати говоря. Андрей Геннадьевич, мы сегодня говорили о индийской модернизации и социальной и экономической. Индийско-российские отношения отдельная большая тема. И все-таки я в заключение хочу спросить вас, обоих гостей, какие акценты, какие приоритеты в российско-индийских отношениях сейчас должны выстраиваться? Ну, за рамками каких-то общих понятных слов о том, что мы должны развивать сотрудничество. Да, ну, мы, у нас противоречий по проблемам мировой политики нет. Наша проблема, конечно, главная, я думаю, Лена Аркадьевна со мной согласится, это очень низкий объем товарооборота и очень слабый, малоинтенсивный поток вот этих взаимных перекрестных инвестиций. Я думаю, что если все-таки наши и индийцы, и мы, наши руководители, как-то постараются воздействовать на свой бизнес, что-то мы можем на этом пути найти. Спасибо вам за интересный разговор. Мотивы нашего интереса к Индии, конечно, понятны. У нас действительно отсутствуют, как вы справедливо сказали, конфликтные геополитические зоны, при этом присутствует хорошая предыстория отношений. Наверное, привилегированные отношения, особые отношения с Индией, это в том числе и возможность сбалансировать и диверсифицировать нашу восточную политику, сбалансировать влияние Китая, об этом тоже не будем забывать, не понижая уровень отношений с Китаем, поднять уровень отношений с Индией, и мы станем сильнее в Азии благодаря этому. И, конечно, как вы отметили, это огромный растущий рынок, наше присутствие, на котором пока ограничивается, разнообразный наше присутствие, на котором пока ограничивается лишь немногими секторами. И я думаю, что индусы, возможно, также больше, чем китайцы, заинтересованы в России как в технологическом партнере по некоторым направлениям. Но чтобы использовать такого рода возможности, нужно лучше знать и понимать эту страну, чем мы знаем ее сегодня. Я говорю об обществе в целом, может быть, в нашем политическом классе. Надеюсь, что наш разговор послужит этому более глубокому пониманию. Это все на сегодня. До встречи на канале Культура. Редактор субтитров А.Семкин